Каждая, каждая форма содержит скрытый вне звук. Когда я говорю «скрытый звук», если вы ударите по предмету, он издаст поверхностный звук. Если вы ударите в гонг, звук, который вы услышите, звук, который многие из вас недолюбливают, потому что он раздается в 4.45 утра, это поверхностный звук предмета. У предмета есть скрытый звук. Если человек знает скрытый звук предмета или, вернее, формы, как только вы познали скрытый звук конкретной формы, вы также познали и саму форму. Вы нашли доступ, определенную близость к этой форме. В индийской культуре мы давали имена детям, исходя из этого. Имя давалось в соответствии с пониманием фундаментальной ревербрации ребенка. С тем, чтобы постоянно слышать свое имя, ребенок стал не закрытой жизнью, но открытой возможностью. Каждый раз, когда ребенка называют по имени, что-то затрагивает его очень глубоко внутри. Это не просто способ обратиться к человеку, это способ открыть человека, просто называя его по имени. Сегодня родители называют детей по своей прихоти, в соответствии с модой. Но до недавнего времени родители не занимались выбором имени ребенка. Как назвать ребенка всегда решал тот, кто знает немного лучше. Потому что вы даете имя по социальным и практическим соображениям. Но этого недостаточно. Все мироздание всего лишь сложное слияние ревербераций. В этом сложном процессе вы являетесь одной из множества разных типов вибраций. Если вы станете лишь очередной вибрацией, вы будете как песчинка — ничто. В просторах космического пространства это маленькое тело — ничто. но если этот скрытый звук находит выражение, это как ключ ко всему. он открывает не только меня, но и любого с кем бы я не соприкасался этим звуком, потому что это мой священный ключ. Когда рождался ребенок, родителям для эмоционального удовлетворения позволялось дать ему ласковое имя. Но настоящее имя давал кто-то более знающий, кто должен был быть более знающим. Не всегда так, но это из-за недостатка образования, потерянной культуры. Прекращение передачи знания от поколения к поколению. Иначе же это делал тот, кто понимал врожденную реверберацию ребенка. Так что ими дают не сразу. За ребенком наблюдают, делают астрологические расчеты и определяют — вот он, скрытый звук для этого ребенка. Вот что мы должны пробудить, потому что только раскрыв это, только позволив этому расцвести, проявиться, данный ребенок найдет полное выражение в своей жизни. Иначе семя никогда не прорастет. Внешне происходит многое, но это не то. И таким образом называют даже божеств. На днях один человек сказал мне, я хотел поговорить с ним, но его нигде не могли найти. Я спросил, где ты был? Он сказал, садгуру, я был в ДЛ. Я сказал, что? ДЛ? Где это? Нет, нет, я был в Дьяна-линге. А, ДЛ. Если вы идете в ДЛ, это одно. Я был в Дьяна-линге. Это совсем другое. Божеств называют таким образом. Если вы произнесете «Бхарви», ваши глаза наполнятся слезами. Если вы скажете «Дьяна-линга», к вам придет умиротворение. Если вы скажете «Садгуру», вы ощутите волну экстаза. если вы произносите звук с необходимым вовлечением. Потому что звуки — это не просто бессмысленный мусор. Звук — это реверберация. Если реверберация правильная, она дает вам необходимый доступ. Вот почему, когда играет музыка, я хочу, чтобы вы слышали звук, а не музыку. Понимаете, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы слышали звук, а не музыку. Если вы хотите наслаждаться музыкой, можете слушать музыку. Но если хотите найти более широкий доступ к жизни, вы должны слушать реверберации, не мелодию. Мелодия — это поверхность. Мелодия — незначительная вещь. Может, она красивая, но только и всего. Реверберации — это само творение жизни. То, как это ревербрирует прямо сейчас, определит все, что касается этого. Если оно ревербрирует правильно, это определит природу жизни не только этого человека, но и природу жизни всего. это определит не только природу человека, но и то, как происходит все остальное вокруг этого существа. Редактор субтитров А.Семкин